Электроснабжение домов ЖК Восточная Европа и введение в эксплуатацию дома номер 14 в поселке Литвинова. Актуальные вопросы в сфере строительства обсудили в администрации района на совещании. Время платить по счетам. В центре внимания задолженность ЖК Восточной Европы за электроэнергию. В совещании приняли участие представители застройщиков, управляющих компанией и ресурсники. На данный момент электричество подается в дома жилого комплекса без заключенного договора. Дома введены, приняты в эксплуатацию, договора не заключены. То есть договора на поставку электроэнергии у нас сейчас идут еще как на стройплощадку. Задолженность за электроэнергию продолжает расти и заложниками ситуации становятся жители новостроек. Ситуация усажняется. Управляющие компании не платят, жители не платят. Отопительный зимний период, поскольку жители живут, мы не стали ограничивать. Но сейчас отопительный сезон заканчивается, и мы праве отключить. Однако такое развитие событий не устраивает никого. И дабы не допустить отключения жильцов Восточной Европы от электроснабжения, в ходе дискуссии участники совещания пришли к общему решению. Мы нашли решение, пришли к консенсусу, и в ближайшее время будет подписан акт разграничения, и уже в дальнейшем управляющие компании смогут заключить договора с жителями. И, соответственно, платить МОСЭНЕРГО потребление электричества. Ситуация непростая, но допустить отключение наших жителей от электроэнергии мы, конечно, не можем. Застройщик обязался подписать необходимые документы в кратчайшие сроки, после чего МОСЭНЕРГО и управляющие организации смогут заключить договоры. Также на строительном части рассмотрели вопрос введения эксплуатации дома 14 в поселке Литвинова. Все замечания устранены. В Минстрой направлен пакет документов для получения разрешения на ввод. Мы подали все документы для получения разрешения на ввод дома номер 14 Литвинова. Соответственно, после получения ввода у управляющих компаний будут все законные основания для того, чтобы заключить договоры с жителем на поставку электроэнергии и на предоставление всех остальных услуг. После получения разрешения на ввод наших жителей появится возможность оформить свою собственность. Дариса Снегова, Сергей Максимов, телерадиокомпания, Щелково.